В общем, авария убегает на берег, разбирает там какие-то булыганы и свою рапиру оттуда уже тащит. То есть, и на дерзкий побег. Решила порвать связь организации резко. Зачем? Ничего не понятно. Зачем, блин? Ну, что ее сподвигло бежать? Она увидела, что мама Лена... Это не та тварь, которая убила ее отца. Она, может быть, решила, что убивать хороших людей по чему-то приказу это не очень. А раньше ты не знала, что ты к наемным убийцам поступила в обучение? А вот эти трупы, которые в веренице несут, художественный фильм Кочегар. Да. Хорошее дело делаешь... Только он там не сержант, а негодяй Якин. Хорошее дело делаешь, негодяй Якин. Чушь какая-то вообще. Прозрение. Ну, поскольку пишут идиоты, идиоти, и получается. Это мы, собственно, к чему? К тому, что мотивация очень странная у Геройки. У Геройки... Вообще, то есть, то, что она вписалась хрен знает когда в этот блудняк с целью научиться всех убивать и убить маму Лену и всех по списку. Это все понятно. Это как бы тут мотивация железно ясная. Поступила, значит, в ниндзевский Шаолин для этого. А что она с него слиняла-то? Типа уже все умеет и решила порвать связь с оперативной службой? Ну, хотя бы обрисовали, что она закончила три курса, сдала выпускной экзамен или не сдала. Но уже все превзошла. И понятно, что обучение закончено. Можно уходить. Нет. Тут у нее внезапно совесть проснулась. Какая совесть. Вы людей-то плохо представляете. Совести у них нет. Начнем отсюда. Нет. Абсолютно. Личная выгода, жажда мести и прочее перевезет абсолютно все. По головам, по трупам, как угодно до результата дойду. И вдруг такое. А сама-то сцена, это же очередной театр-глобус, он продолжается в хронометражах фильма, кажется, минут семь. Ну, это же просто дорого и долго. А что мы там должны увидеть? Вот это вот, да, я согласен, баба хорошо сыграла, страдая над мертвым сыном, хорошо сыграла. Ну, и показала бы момент. Дальше-то что? Ну, дальше что? Где эта баба там как-то фигурирует? Еще... Отказать. Отвратительная сцена. Так, опять же, заметьте, там уже рука мастера ощущается по полной программе. Вот эта леди Кран появилась и исчезла. Я об этом и говорю. Вот все. Она была, ее нету. Зачем вы вообще ее вводили? Вот просто зачем? Ну, чтобы авария все бросила. Опять же, чтобы авария все бросила, так нужно же показать некоторый перелом характера у аварии, что у нее вдруг совесть проснулась. Почему? Потому, что она с ней поговорила и потому, что она семь минут, два, две серии подряд пярилась вот так вот на сцену, смотря на эту леди Кран. Если вы думаете, что маленькая девочка, которая не обучена актерскому мастерству, сможет чисто лицом и глазами сыграть перелом характера просто так, чтобы вы мимически все поняли, что какие у нее внутри происходят переживания, что у нее там все перевернулось, для этого нужна чудовищная актерская квалификация. Это очень сильно не все так могут сыграть. Так, чтобы без слов, только лицом, там, ракурсами камеры света тени показать перелом характера. Ну, она же ничего не училась в ПТУ-то, в актерском. Она просто маленькая. А даже если она училась, это тоже никакая не гарантия, потому, что у нее опыта нет. У нее просто очень маленькая такая... А как она играет? Вот так. Я так тоже умею. Даже лучше. Смотреть в камеру. Со значением. Да. Вот у нее прям актерская школа современная, ни единая мышца на лице не дрогнет ни при каких обстоятельствах. Зачем это, блин, все? Полная херь. Полная, блин. Это, учитывая, что стоит пять миллионов в серии, это они так тысяч на пятьсот намолчали там. При этом, блин, ну, сцена, декорации, все бегают, костюмы туда-сюда. Смысленно видно, что работали и делали специалисты. А получается какая херь невнятная абсолютно. Идут в жопу.